Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал Футбол Та Жизни, это продолжение нашей карьеры за Барселону. Итак, сегодня я решил сделать чуть побольше ролик, чем обычно. Если мы бы записывали, как в начале FIFA 20, по два матча, то у нас бы вышло целых два выпуска. Сегодня у нас было четыре матча. Реал-Соседат, Малерка, Наполи и Клуб Депортиво Олеганес. Итак, я сыграю против Реала Соседата первым составом, хотя бы он у меня тут немного уставший, первый, а второй чуть более готов. Но все-таки все равно, Реал-Соседат хорошая команда, играем дома, тем более потом у нас матч против Малерки, можно против как раз них вторым составом выйти. А вот против Наполи нам надо играть первым составом, все-таки минимально мы их обыгрываем сейчас, но все равно соперник опасный. Так, начинаем мы. Первый домашний наш матч против Реал-Соседата. Расстановку увидите, поехали. Итак, разминается Антуан Гризман, как нам, раз его сейчас показывают, то это ключевая сейчас фигура. Скорее всего, как только у Месси начнет спад в рейтинге быть, то Гризман, мне кажется, замечательно взойдет на замену Месси. Но все-таки все равно неубедительно, конечно, пока что себя показывает Гризман в матче за Барселону в реальной жизни. Но у нас он очень хорошо раскрылся. Поехали. Неплохо Месси разобрался на фланге. Входит уже в штрафную. И Гризман, не зря, не зря нам его показывали. Действительно, пятая минута. Леонель Месси, замечательный прострел на Антуана Гризмана. И 1-0. Ну вот, Гризман действительно шикарный игрок сейчас у нас в атаке получился. Ну и все. 1-0, это главное. Выходим вперед. Теперь можно играть уже в свою игру. Не та, которая идет по телеканалу НТВ. А уже делать свои наработки, может быть, те, которые мы рисковали с другими командами делать. Сейчас мы можем. Мы ведем уже в начале матча, так что можно что-нибудь да и попробовать. Ну и 10-й мяч Гризмана в чемпионате. Замечательно. Канте и Канте. Канте забивает на 14-й минуте свой второй гол за Барселону в чемпионате Испании. Ну очень хорошая сейчас получилась атака. Месси пробил защитника. Но со второй попытки все-таки здесь хорошо. Подбор. И Канте с левой ноги пробивает у вратаря Реал Соседада. Неплохо. Месси. Хороший пас отдает нас Жезуса. Ну и Гризман забивает дубль. Отлично сейчас отыграл Жезус. Но все-таки дубль уже не будет, наверное, Гризман праздновать все-таки. Это команда, которая воспитала, так сказать, француза в чемпионате Испании. Благодаря именно Реал Соседаду о Гризмане узнал Атлетико. Там, где он и засветился. Ну и замечательно. Еще и справа на Гинс нерабочий забивает француз. Дубль в сегодняшнем матче. Хорошо прострелил так. Жезус пас хороший отдал. Я именно простреливал. Думал, на дальнюю штангу там Неймар забегал. Но Гризман положил этот мяч. 11 уже в чемпионате. Отдает на Месси. Гризман. Неплохо. Жезус на Гризмана. И Гризман. Ну и Гризман забивает х3. Х3 к вороту Реал Соседада. Просто Гризман в этом сезоне у нас забивает пачками голы тем командам, которые его прям воспитали. Вот это вот интересно. Хороший удар прям пошел в внутреннюю девятку. 12-й гол Гризман. Канте на Жезус, Жезус. Шикарно дает на Канте. И Канте делает счет 5-0. Более разгромным хитрик Гризмана. На Гризмана и дубль гола Канте в сегодняшнем матче. Французы сегодня прям у нас забивают. Ну, это классно. Хорошо сейчас разыграл Жезус. Он, кстати, какую же голевую отдал. Вторую я точно уже видел, что вот на хитрик он на... Нет, на второй мяде Гризмана он отдал. И также отдал сейчас на Канте. Не знаю, сколько еще отдал в сегодняшнем матче. Но третий гол Канте в чемпионате. Второй в сегодняшнем матче. Канте. Ну и Канте. И вот сейчас Неймар все-таки добивается. Что и Неймар забивает 6-0. Разгром еще просто сейчас на нашем Канте. Ну, думал, сейчас за Канте все-таки забить, чтобы было 2 хитрик и не получилось. Но Неймар все-таки отлично подхватил мяч и забивает. 6-0 на последних минутах уже пошел этот разгром. Вот здесь вот хороший же был момент. Ну, а здесь все замечательно у Неймара. Пустые ворота. Осталось просто пробить. Ну и все. Какой-то гол вообще сейчас узнаем у Неймара в чемпионате. Пятый. Я думал, у него намного меньше. Ну, ладно. Свететь должен сейчас уже арбитр. И да. Разгромная победа. Барселона Натареал со Светлядом 6-0. Это, наверное, наша самая разгромная победа на данный момент. 6 ударов у Гризмана. 3 гола он забил. Поздравляем его с очередным хитриком в этом сезоне. Ну и Гризман лучший игрок. 10 ударов у нас было по воротам. Из 15 вообще. Дембеля восстановился. Это почему я его... Так. Я его не выписал, потому что играл у меня сейчас другой состав. Он в следующем матче будет. Гризман оформил хитрик. Гризман пример для всех действительно. Пожалуйста. Все. Большие европейские команды. Так что. Нужно готовиться к ним. Загоев 77. Сейчас посмотрим. У нас Кузяев есть. Поэтому я лучше молодого Кузяева, чем Загоева. Они там в год все лишь разница, если я ничего не путаю. А может и в несколько. В два. Ну ладно. Вот Газинский здесь. Ну у нас есть Зобни намного лучше. По другим позициям нет. Так что я пожалуй оставлюсь так как есть. Игра против Малерки. Даже перед Реал Седаном не было ничего. Никакой пресс-конференции. Здесь решили сделать. Ладно. Сходим узнаем. Поговорим. 4-0 мы вынесли в прошлый раз Ажерону. Мы будем биться до конца. Ну все. Мы сказали, что мы их возничаем снова. Мы сейчас еще идем вторым составом. Правда на выезде. Состав вы видите на своих экранах. Здесь практически никаких изменений не было. Деонг, Сауль одинакового рейтинга. Но как только кто-нибудь из них изменит рейтинг, я того поменяю в другой состав. Так же как это было с Пике и Унтити. Зато теперь Пике капитан второго состава. Мы играем, наверное, все-таки в дополнительной вот этой форме. Ну вот он. Дембели. Остановился после травмы. Ливий на стадионе. Поехали. Итак, наш второй матч в выпуске. Малерка принимает Барселону, которая 4-0 их вынесла. Нам сказали на пресс-конференции в прошлый раз. Прошлый матч у нас вообще закончился против Реал Соседада. Разгром на 6-0. Я думаю, хотя бы хоть как-то поборется Реал Соседад. Но нет. Малерка готова. Барселона тоже. Поехали. Ну и Каутиньо просто так ногой ткнул. И мяч на 7-й минуте залетает. Каутиньо забивает гол. А Алексей Миранчук записывает на себя голевую передачу. Ну, замечательно. Снова мы забиваем уже 7-й мяч за 2 матча. Четвертый мяч Каутиньо. 1-0 мы ведем. Но Дембель отдает все-таки на Чалово. Так что Чалов уже бежит в штрафную. И Каутиньо забивает дубль в Деню. Это просто 2, наверное, самых легких гола в карьере. 26-я минута. Чалов навешал на Дембеле. Голкипер так перевел мяч. Ну и забивает снова Филипп Каутиньо дубль в сегодняшнем матче. Дембеле. Чалов на Миранчука. А Миранчук на Каутиньо. И это хэт-трик Филиппе Каутиньо. Замечательно. Миранчук записывает там вообще на себя дубль уже. Ассистами своими. Ну и круто. Вот так вот разыграли на Каутиньо. Хотя здесь и сам, наверное, Миранчук мог и забивать. Ну еще и левой ногой не стал даже Каутиньо свою рабочую правую подставлять. Но голкипера как будто даже и нет в этом матче. Шестой гол Филипп Каутиньо. И все. Тоже разгромная победа над Малеркой. 3-0. Хэт-трик Филиппа Каутиньо сегодня нам приносит победу. Он как раз за три удара нанес этот хэт-трик. Два таких вот слабеньких у него гола было. Вот первый и второй. Ну а третий там уже пойдет. Тоже было 10 ударов. У нас 6 в створ. Ну и Каутиньо лучший игрок матча. Почему Каутиньо так и не вышел? Потому что он будет играть в Лиге Чемпионов против Наполя. Логично. Мы не проиграем уже сколько? 28 матчей. Каутиньо. Примеры для всех. Ну и все. И нам поступает разговор с игроками. Спасибо, что вернули меня в команду Де Йонг. И вместо того, что с тобой пикеты играешь. Не надо здесь ничего нам говорить, что ты не получаешь практику. Он каждый матч отыгрывает. Ну и трештеги прокачиваются практически скоро до 92-го. Ну и надо сейчас отправлять уже заявку. Я никаких изменений вносить не буду. Итак, Альба, ротация важна, мы скажем. Про малюрку там говорили. Ну и все. Понатвечали на стандартные вопросы. И у нас матч. Пике дисквалифицирован. Ну вот как раз Пике не будет. Я думал Леопорте. А это с матчем в суперкубке Испании. Я перепутал. Все-таки тоже было там удаление. Я подумаю действительно, потому что Канте будет играть. Вот. Ну и все. Вот она расстановка Леопорте Умдитии. Сразу все решилось. И играем еще и дома. Сейчас нельзя давать Наполе. Главное забить. Ясно на нашем стадионе. Поехали. Итак, прошлый матч против Наполе в Лиге Чемпионов на их стадионе прошел в нашу пользу. 2-1. Мы забили два гола в гостях. Двогостевых гола нам замечательно зашли. Удаление было у Жарара Пике, который сегодня не в заявке, естественно, даже на этот матч. Вот. Ну и забил также у нас Фабиан. В прошлом матче нам. Минье для Неймара. Гридман. Месси. И как же наш Жезус от АА. Это просто сейчас что-то с чем-то было. 3-1. Барселона выходит вперед. Восьмая минута матча. И Жезус забивает. Очень сейчас было элегантно сыграно Де Йонга пяткой. Но это надо смотреть. Это надо смотреть теперь уже с пустой головой, так сказать. Как же он шикарно отдал на Жезус. Не успел здесь за ним. Защитник Наполе. И правый ногой в дальний угол посылает Жезус мяч. Ну и для Жезуса это четвертый мяч уже в Лиге Чемпионов. И отлично. Ну и Неймар просто уже унижает Наполе. Забивая. Гол 2-0. Вот так вот сейчас Неймар показывает, что они практически так же раскрутили оборону Наполе. И так же она вот свалилась. Ну и вторую мяч забивает Барселона. 4-1. Общая сумма счета. Надо забивать сейчас 3 мяча Наполе. И тогда только они смогут выйти в четвертью финал. Четвертый мяч также у Неймара. Ну и Гризман еще от стойки забивает. 3-0 Барселона громит Наполе. 5-1. Общий счет в этом противостоянии. Ну и Гризман помимо своего хэт-трика в чемпионате, он забивает еще и один мяч в ворота Наполе. Здесь как замечательно он убрал. Дрэйк бэк назад. Правая нерабочая нога от штанги мяч залетает. 5-1 в общей сумме. Надо забивать уже 4 мяча Наполе. Ну и второй гол Гризмана. Разгромная победа Барселоны над Наполе в ответном матче 1-8 лиги чемпионов. И тем самым мы в четвертью финале ЛЧ. 5-1 в общей сумме мы вынесли неаполитанцев. Ну и лучший игрок сегодняшний матч, кстати, Дейон. Две голевые, наверное, отдал. Да, так и есть. Ну и также в параллельном матче Валенция проходит ПСЖ в четвертью финале Лиги Чемпионов. Интер проходит Лион. Тоттенхэм проходит Лейпциг. Реал проходит Челси. И Манчетти-Сиди проходит Крещану Роналду вместе с Ювентусом. Ну и здесь Ливерпуль-Бавария, интересно, и Атлетика Аталанта. Альба находится в прекрасной форме. Заслуженно комплименты. Насуху мы отыграли опять. Не создали проблемы. Да и мы не забили во втором тайме, кстати. Если честно говорить. Ну и последний сегодняшний у нас матч на выпуск. Это матч против Лига Несса. Там, кстати, сейчас известно, кто наш соперник в Лиге Чемпионов. Ну, вот этих соперников мы видели. Ливерпуль все-таки дальше все равно проходит. И, кстати, камбэкнул это Бавария. Она 2-0 проигрывала. Я уже думал, Ливерпуль выйдет, но нет. Так что Ливерпуль остается за бортом, как и в реальной жизни. Они тоже в 1-8, правда, от Атлетика вылетели. Но Бавария молодцы. Камбэкнули. Тем более еще и на Энфилде 3 мяча забили. Валенсия, Сити, Атлетика, Бавария, Тоттенхэм, Барселона, Реал, Интер. Ну, Тоттенхэм интересная команда. Это финалист прошлой Лиги Чемпионов. Что еще могу сказать? Ну и Жизу Мауриня. Дальше мы будем изучать их уже перед самим матчем. Так не будем. Ну и 9,5 миллионов мы получаем за выход в четвертьфинал. Лига НС у нас. Это значит, мы играем вторым составом. Вы знаете практически все. Три очка все так же лидерства у нас над Атлетикой. И семь очков лидерства над Реал. Ну и дождь на стадионе. Поехали. Итак, замечательный наш домашний стадион. 6-0, 3-0, 3-0. И вот это не просто цифры. Мы с такими счетами обыгрывали сегодня команды. Реал Соседат, Малерка и Наполи. Наполи практически с таким счетом отлетели от нас, как и Малерка. Так что посмотрим, как сейчас отлетит Лиганес. Неплохо. Ну и Артур на четвертой минуте голевая от Филиппа Каутиньо. Открывает счет. Значит, мы сегодня снова победим. Мне очень нравится, что в некоторых матчах у меня прям команда очень хорошо играет. И даже не пропускает. Разгромные сухие победы. Для голкиперов это просто замечательно. Но Тештегин свои два матча на сухо отыграл в сегодняшнем выпуске. Так что сейчас все. За нетто. Третий мяч Артура в чемпионате. Здесь она же на Каутиньо Миранчук. За Каутиньо приятно сейчас будет пробить. С вот такой вот позиции. Она прямо открыта была. Я сказал, сейчас будет приятно забить за Каутиньо. С такой позиции. Все было для него открыто. 2-0. Каутиньо забивает. Просто вы посмотрите. Траектория для мяча даже здесь была просто открыта. Седьмой мяч. Филипп Каутиньо в чемпионате. Голл классный получился. Уверенная победа Барселона над Лиганесом. Не разгромная. Хотя я думаю так и будет. Но наша четвертая победа в сегодняшнем выпуске. Четвертая победа Насуха. Хэт-трика сегодня к сожалению не было. Филипп Каутиньо утинил лучший игрок матча. Барселона не проигрывает на протяжении 29 матчей в чемпионате. Замечательно. Вы снова выиграли у Лиганеса. Но Лиганес имел все основания проиграть игру еще до матча. Ну что же. Тренировку перед сборными мы сейчас проведем. И Перес кстати прокачался. 73 рейтинг у него. Ну и у Барселоны также еще отрыв в 3 очка от Атлетика. И в 9 уже кстати очков над Ареалом. Ну что же друзья. Спасибо вам большое за просмотр. В следующем выпуске у нас будет матч за сборной России. Так что подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик. С вами был Андрей. Канал Футбол. Это Жит. И до встречи друзья всем. До свидания. Продолжение следует.